Доброе воскресное утро, многоуважаемые телезрители! Наверное, мало, чтобы быть человеком, не делать плохого и жить, а жизнь не аванс, и не в долг в ипотеку, и душу нельзя одолжить. Бывает, что в доме красивом снаружи несчастье бытует внутри, там некому вместе собраться на ужин и не о чем поговорить. И люди работают, роботы-люди, чтобы жить не сегодня, а потом, вот только потом их, возможно, не будет, останется дача и дом. А люди, которым немного платили, умели детей накормить, и с ними снежки улыбаясь лепили, любви бесконечные нити. Они ароматов цветов наслаждались, гуляя по парку с семьей, они и работать, и жить постарались, рецепт сохраняя простой. Любовью, на каждый упрек отвечая, гасили конфликт на корню, и просто друг друга любя, обнимая, они сохраняли семью. У жизни простой в старой вазе ромашки, но счастье в душе и любовь. Они не завидуют Сашке с Наташкой, им дорог душевный покой. И к новому дню, как к подарку от Бога, они относились всегда. Да, счастливых людей в этом мире немного, несчастных и сломанных. Да, они помогали другим, без сомнений, последнее в силах отдать. Из окон счастливых доносится пенье, и в крошках частенько кровать. Там дети не просят у папы айфонов, но любят безумно отца. И лучше красивых сердец миллионы, чем маски на месте лица. Которые ценят других по обложке, не видя несчастья свое. Где любят без выгоды разве что кошка, того, кто хозяин ее. Красивая жизнь, дорогие сервизы, и в думе мужчины седой. Работа и целью была и девизом, а жизнь-то прошла стороной. Он ждал благодарности, вечных поклонов за помощь любую свою. Тепло ли ему от его миллионов? И если на сердце уют, распалась семья по причинам неясным. Он многим советовать мог, но сам оказался ненужным, несчастным. Лишь грусть накопил из берег. Наверное, мало, чтобы быть человеком, не делать плохого и жить. Любовь – безусловная, истинный лекарь, которому нужно служить. Безусловная любовь – это единственное условие сохранения семейных отношений. И в обратном порядке семья – это школа безусловной любви. Сейчас, когда мир теряет семью как ценность, все меньше становится людей, способных любить. Любить по-христиански. А в сегодняшнее время турбуленности общества, проверку на прочность, испытывают многие и многие семейные и родительские узы. Как не потерять детей? Что делать с ними, когда они вступают на шаткий путь? Что делать родителям, когда дети уходят из веры, попадают под влияние дурных примеров? Эти вопросы задавали матери и отцы во все времена. Как остаться вместе на всю жизнь, задумывается каждый, кто выбирает семейный путь. Тем громче звучат эти вопросы сейчас, когда даже родные люди, не говоря о друзьях, разделились из-за принципиальной позиции и своих убеждений. Ответ на все эти вопросы один – через любовь. Быть терпимее друг ко другу, прощать слабости и пороки друг друга. Когда хочется накричать, отругать, нужно сдержаться. Хочется сделать назло, нужно поступить по любви. Когда захочется бросить начатое, взять паузу, но не отступать. Когда совсем нет сил молиться, молиться и призывать имя Божие, и тогда невозможное станет явью. Есть один, единственный, идеальный способ воспитания и корректировки взаимоотношений, который советует святой Порфири, ковсоколевит. Мать должна говорить с Богом, прося его направить и исправить чада. А Бог сам будет говорить с ребенком. Супруг должен говорить с Богом, а Бог с супругой и наоборот. Вот супруга с Богом, если хочет, чтобы ее муж в чем-то изменился. Чем меньше неприятных слов люди говорят друг другу, чем больше обиды изливают Спасителю и Божией Матери, а не наносят раны друг другу, тем больше любви будет в их домах. Почему же мы так не делаем? Потому что нет в нас даже малого горчичного зернышка веры. И мы не доверили Богу даже самого себя. Потому что мы нетерпеливы и невоздержаны. Нам нужно, чтобы сразу было так, как хочется, чтобы родной человек изменился за мгновение и не болело бы за него сердце, и можно было бы вернуться к спокойной и размеренной жизни. «Чтобы любить, безусловно, нужно уметь прощать». Нужно много прощать. Но чтобы было это делать легче, нужно увидеть и за собой вину в случившемся. Об этом говорил святой Силуан Афонский. Раз уж эта передача получается литературной, прочитаю, как иллюстрацию к сказанному, один невыдуманный рассказ. Это история одной неблагополучной семьи. Мать одна растит сын, развелась, когда ребенку и года не было. И вот мальчишке уже 14 лет, ей 34, она работает бухгалтером в обычном госучреждении. За последний год жизнь превратилась в ад. Если до пятого класса сын учился хорошо, то потом появились тройки, затем двойки. Она хотела только одного, чтобы Володя закончил девятилетку и получил хоть какую-то специальность. Тревожили постоянные вызовы в школу по поводу неуспеваемости и хулиганств Вовы. Подавленная, раздраженная, она шла домой, ощущая полное бессилие что-либо изменить. Ее упреки и назидания он выслушивал угрюмо. Уроки по-прежнему не учил, дому не помогал. Вот и сегодня в комнате опять не убрано. А ведь утром, уходя на работу, строго-настрого приказала «Придешь из школы, прибери в квартире». Поставив чайник на плиту, она устала, стала прибираться. Вытирая пыль, вдруг увидела, что вазы, хрустальные вазы, подаренные ей когда-то подругами на день рождения. Самой ведь сроду не купить. Единственной ценности в доме нет. Она замерла, унес, продал. Мысли одна страшнее другой роились в голове. Да, совсем недавно она видела его с какими-то подозрительными мальчишками. На вопрос, кто это, сын буркнул в ответ что-то невнятное. А на милице явно читалось – не твое дело. Это наркоманы, – прорезала ее мозг. О, Боже, что делать? Это они заставили его, он сам не мог, он не такой. А вдруг и он? Или она бросилась вниз по лестнице. Во дворе было уже темно, по улице спешили редкие прохожие. Медленно вернулась домой. Сама виновата, сама, во всем. Дома ему давно житья не стало. Даже бужу по утрам окриком. А вечерами, весь вечер кричу на него. Сыночек, родненький, да что за мать тебе досталась непутевая? Она долго плакала. Потом принялась тщательно убирать в квартире. Сидеть просто так не было сил. Протираясь за холодильником, она наткнулась на какую-то газету. Потянула. Послышался звон стекла. Она вытащила завернутые в газету осколки разбитой хрустальной вазы. Разбил, разбил. Вдруг сообразила она и опять заплакала. Но уже от радости. Значит, он вазу никуда не уносил. Спрятал. И вот теперь дурачок не идет домой, боится. И вдруг она опять замерла. Нет, никакой он не дурачок. Она представила себя, как увидел бы разбитую вазу. Представила и свою ярость. Тяжко вздохнула и принялась готовить ужин. Накрыла на стол, расстелила салфетки, расставила тарелки. Сын пришел в двенадцатом часу. Вошел и молча остановился в дверях. Она бросилась к нему. Володенька, да где же так долго ходил? Я заждалась совсем, измучилась. Замерз. Она взяла его за холодные руки, погрела в своих, поцеловала в щеку и сказала. Мой руки, я приготовила тебе твое любимое. Ничего не понимая, он пошел мыть руки. Потом направился на кухню. А она сказала, я в комнате накрыла. Он прошел в комнату, где было как-то особенно чисто, опрятно, красиво. Осторожно сел за стол. Кушай, сыночек, услышал он ласковый голос матери. Он уже забыл, когда мама так обращалась к нему. Сел, опустил голову, ни к чему не притрагиваясь. Что же ты, сыночек? Он поднял голову и сказал дрогнувшим голосом, я разбил вазу. Я знаю, сынок, ответила она. Ничего, все когда-нибудь бьется. Вдруг, склонившись над столом, сын заплакал. Она подошла к нему, обняла за плечи. Когда сын успокоился, она сказала сквозь слезы. Прости меня, сынок, кричу на тебя, ругаюсь. Трудно мне, сыночек. Думаешь, я не вижу, что ты одет не так, как твои одноклассники? Устала я, работы не в проворот. Видишь, даже домой приношу. Прости меня, никогда больше тебя не обижу. Поужинали в тишине. Тихо легли спать. Утром его будить не пришлось. Сам встал. Опровожая в школу, она впервые произнесла «Не смотри у меня, а ласковая». Ну, до вечера. Вечером, придя с работы, она увидела, что пол помыт, а сын приготовил ужин, пожарил картошку. С тех пор она запретила себе вообще говорить с ним о школе, об оценках. Если ей мучительны даже редкие посещения школы, то каково же ему? Когда сын вдруг сказал, что после девятого класса пойдет в десятый, она не показала своих сомнений. Однажды тайком заглянула в его дневник. Там не было никаких двоек. Но самым памятным днем для нее стал день, когда вечером, поужинав, разложила свои счета. Он сел слева, сказал, что поможет ей считать. После часовой работы она почувствовала, что он положил голову ей на плечо. Она замерла. Был маленький, сидел часто возле нее и, утомившись, клал голову ей на руку и нередко так засыпал. Она поняла, что вернула себе сына. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok